Престрастия у людей бывают самые разные. Одни любят животных, другие любят ходить по магазинам. Кто-то путешествует по миру, а кто-то путешествует, сидя у экрана телевизора или компьютера. Люди постарше любят сидеть на лавочке в парке. А есть люди-тофофилы, которые обожают гулять по кладбищам. Причин для необычных прогулок может быть много. Кому-то нравится щекотать нервы присутствием смерти, кто-то предпочитает кладбищенскую тишину, а кто-то воспринимает кладбище как своеобразные музеи человеческих историй. Ну и, конечно же, кладбища имеют свои собственные, любопытные, с примесью жутковатости, истории. Венское центральное кладбище – одно из крупнейших кладбищ Европы, расположено в южной части Австрийской столицы. Открыли его в 1874 году. Имеет площадь около 2,5 квадратных километров и почти 3 миллиона могил. Кладбище потрясающее по своей красоте. Очень похожее на парк с вековыми деревьями, нежными цветами, птицами, косулями и белками. На центральной аллее построена церковь святого Карла Баромео, где тесно переплетаются разные религии. Перед ней находится государственный президентский склеп. С 1951 года здесь хоронят канцлеров и президентов страны. В настоящее время кладбище насчитывает около тысячи захоронений известных политиков, писателей, архитекторов, композиторов. Можно увидеть могилы Брамса и Бетховена, Шуберта и обоих Штраусов, Сальери, символическое надгробие Моцарта и других великих людей. Целый квартал занимает мемориал советским воинам. По территории кладбища проходит много дорог, по которым можно проехать на своем автомобиле. Также ходит специальный автобус. По дорожкам пассажиров возят Фиакры. Ко входу на центральное кладбище можно доехать на метро, по железной дороге и на трамваях номер 6 и 71. 71-й трамвай известен каждому жителю Вены. С 1901 года и до конца Второй мировой войны на нем на кладбище свозили трупы. После войны он стал обычным городским трамваем. Но до сих пор на похоронах говорят об умершем, что он поехал 71-м трамваем. Кладбище – одна из главных достопримечательностей австрийской столицы. Кладбище на несвятой земле не блещет великими именами и роскошными надгробными скульптурами, но является известным туристическим объектом. Это кладбище скрещенных гостей или одиноких женщин, находящееся в южной части Лондона, на землях Винчестерского епископа. Со времен Средневековья это официальное место захоронения женщин самой древней профессии, прозванных Винчестерскими гусынями. Правда, на неосвященной земле и в отдалении от приходской церкви. Железная ограда кладбища украшена записками, стихами, старыми фотографиями, перьями и шелковыми чулками. Даже после смерти таких женщин изолируют от общества. В мире есть кладбище, которое могут похвастаться не только именами великих людей, похороненных там, но и потрясающей художественной надгробной скульптурой. Они за века своего существования стали музеями скульптурной живописи. Наш рассказ о некоторых таких музеях. Кладбище Стальена в Генуе. Оно занимает площадь в один квадратный километр и знаменито своими монументальными скульптурами, которые создавали величайшие художники XIX века. Санта Варни, Джулио Монтеверде, Лоренцо Арендио, Аугусто Ривалта, Аудженио Барони, Леонардо Бестольфи, Эдуардо Альфьери и многие другие. Реформисты и влиятельные буржуа завели традицию размещать на могилах погребальные скульптуры, желая увековечить память о себе и своих деяниях. В центре кладбища стоит высокая статуя Веры, выполненная Санта Варни. Напротив статуи построен увенчанный куполом Пантеон, копия Пантеона в Риме. Это самый настоящий музей итальянской скульптуры XIX-XX веков. Еще одно кладбище-музей надгрудной скульптуры Перла Шес в Париже. Это одно из самых старинных во Франции и одно из самых больших в мире площадью 48 гектар. В начале XVIII века вдали от города в простом квартале было открыто Галарское кладбище. Но люди не хотели там хоронить своих близких. Тогда для поднятия престижа кладбища было решено перенести сюда могилы знаменитостей. Это были останки Элоизы и Пьера Абеляра, Мольера и Ла Фонтена. Трюк сработал и кладбище стало популярным. Более 200 лет здесь хоронили ученых, писателей, художников, актеров, музыкантов. Анаре де Бальзак, Оскар Уальд, Фредерик Шопен, Джим Моррисон, Айсидора Дункан, Эдит Пиаф, Сара Бернар, Жорж Безе, Декабрист Тургенев, княгиня Трубецкая, княгиня Елизавета Демидова-Строганова, Нестор Махно, фамильный склеп Демидовых. Всех не перечесть. Здесь находится знаменитая стена коммунаров, где были расстреляны парижские коммунары. Также открыты памятники жертвам Бухенвальда, Дахау, Освенцима, кладбища Перла Шес, грустное и одновременно прекрасное место. Хотим упомянуть еще одно кладбище. Ля Река Лета в Аргентине. Оно расположено в одном из самых престижных районов Буэнос-Айроса. Здесь покоится с миром цвет аргентинской нации. Самой известной могилой является последнее пристанище актрисы, а также первая леди Эви Терон. Особая изюминка кладбища – резные мавзолеи и прекрасные мраморные статуи, признанные национальными историческими памятниками. Само кладбище напоминает город с широкими и узкими улицами, где расположены мавзолеи известных личностей и целых династий. Мост в рай – уникальное кладбище, расположенное в Национальном парке Мексики, посвящено культуре майя. Здесь все говорит о власти времени над простыми смертными. Это мистическое место является соединением земли и раем. Структура некрополя основывается на Григорианском календаре. Семь уровней кладбища – количество дней в неделю, 365 могил – количество дней в году, а 52 ступеньки – недели в годом. Каждая могила является красочным, уникальным произведением искусства, от которого просто невозможно оторвать взгляд. Мост в рай – излюбленное место для процессии в День мертвых, праздник, уходящий корнями в цивилизации майя. В этот день толпы людей со свечами, желтыми мексиканскими бархатцами, которые считаются цветами смерти, шоколадными черепами, едой и напитками, направляются к мосту в рай. Веселое кладбище располагается на севере Румынии, в деревне Сапантон. Сегодня это место вошло в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Надгробия с большими дубовыми крестами выглядят красочно. На них в поэтической и веселой манере рассказано о жизни человека и обстоятельства его смерти. Обычные цвета здесь зеленый, синий, красный, а не серый и черный. Начало этой местной традиции положил местный мастер Иоанн Стэн Патра, который установил первый крест со стежком еще в 1935 году. Возникновению такого кладбища поспособствовал тот факт, что древний народ даков, румынских предков, считал смерть лишь освобождением бессмертной души. Смерть для них была торжественным и радостным событием в ожидании лучшей жизни, поэтому атмосфера на кладбище царит легкая и ироничная. Сейчас на кладбище около тысячи веселых памятников. Дело мастера ныне продолжает его ученик Дмитрий Поп Тинчун. В следующем ролике вы познакомитесь с висящим кладбищем, с кладбищем на морском дне, в скале с куклами, китайским террасным и ультрасовременным японским кладбищами. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.